В день памяти жир дорожно-транспортных происшествий, установленном ООН в 2005 году, в Екатеринбургском храме Серафима Саровского была совершена лития. В богослужении приняли участие сотрудники управления ГИБДД по Свердловской области, духовником которых является настоятель храма отец Гермоген. Ежедневно на наших дорогах погибает большое количество людей из-за несоблюдения правил дорожного движения. Несколько лет назад по предложению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций был установлен Всемирный день памяти жертв ДТП, который отмечается каждое третье воскресенье ноября. В храмах в этот день также совершается панихида по погибшим. Поминая их в этот день, Церковь еще и еще раз призывает нас быть внимательными на дорогах и ответственно относиться к своей чужой жизни. Молиться о упокоении их душ и тем самым напомнить ныне живущим людям, которые связаны с транспортным средством, что жизнь – это есть великий Божий дар. И этот Божий дар надо беречь и охранять. В традиционной панихиде приняли участие сотрудники ГИБДД, которые помолились об упокоении людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, и о здравии сотрудников ведомства, которые ежедневно, исполняя свой долг, предотвращают трагедии на дорогах. Это огромная беда, это огромная проблема. Люди не всегда осознают, что правила дорожного движения – это такой же закон, который нужно соблюдать. И не соблюдая его, в том числе, приводит к тяжелым последствиям и погибают люди. Именно для того, чтобы упомянуть их, сегодня сотрудники госинспекции Средневской области находятся в этом храме, в храме Сальфима Саровского, для того, чтобы упомянуть их, вспомнить и постараться сделать все, для того, чтобы больше не было погибших на наших дорогах. Поминая тех, кто погиб, мы хотим позаботиться о тех, кто остался жить, и хотим пожелать им, чтобы жили они как можно дольше. У нас это мероприятие стало достаточно традиционным. С каждым разом мы получаем все больше поддержки, как от прихожан, так и от обычных граждан. И очень много народу собирается в храмах в этот день. Сегодня мы молимся за души тех, кто попал в ДТП, за души тех, кто садится за руль автомобиля, за души тех, кто находится сейчас за рулем автомобиля, для того, чтобы их души и люди не попадали в ДТП, чтобы те, кто погиб, пришел в Царство Небесное. Также мы молимся еще и за сотрудников наших, которые погибли при исполнении недолго. И вообще находятся уже за рулем, выполняют опасную работу. На дорогах очень опасно, как пешеходам, так и водителям. И то, что мы сегодня все помолились, всем миром, это очень, конечно, я думаю, Бог все это увидит. Может, много людей даже спасутся сегодня, благодаря нашим молитвам, благодаря вот этому молебну. Спаси всех Господи, все будьте разумны на дорогах, все внимательны и очень осторожны, как пешеходы, так и водители. Привлечь наше внимание, чтобы мы были аккуратны, потому что в храме много пожилых людей. Дорога, на дорогах страшный беспредел творится. И чтобы мы, выйдя из храма, идя в храм, посмотрели и направо, и налево. Но это может только человек большой души. И вот истинный отец, который заботится о своих прихожанах. Продолжение следует... Продолжение следует...